Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот все томаты высажены у нас, и теперь самая актуальная тема это подкормка томатов. Но когда речь заходит о подкормке томатов, все специалисты, почти все сходятся в едином мнении, что самая грамотная, самая такая оптимальная подкормка это по фазам развития растения. То есть, когда томат светет, нужна одна подкормка, когда томат завязывает плоды, другая подкормка, а когда томат входит в фазу плодоношения, он уже большой, то подкормку опять нужно изменить. Но вы знаете, что жизнь у нас вносит свои коррективы, ломает нам все графики подкормок. И вот сегодня я хочу вам рассказать и показать, когда, как, чем нужно подкармливать томаты, какие бывают исключения. Сейчас пойдем по огороду, все вам расскажу. Даже в одном огороде почти никогда нет одинаковых посадок томатов. Вот пройдя по участку, вы увидите, что томаты разных дат посева выглядят по-разному. Более ранний посев уже имеет завязи, поздние только начинают свисти. И даже томаты, посеянные в один день, но высаженные на постоянное место с большим перерывом, имеют разные стадии развития. Что это значит? Это значит, что и подкормки для всех этих томатов не могут быть одинаковыми. Только индивидуальный подход. Пройдите по рядам своего огорода, сделайте осмотр. И вот, осмотрев все-все томаты, выделите самые слабые, самые такие, ну, как бы хилые, возможно, позже высаженные, те, которые нуждаются в подкормке. И эти томаты подкармливать нужно срочно. Я вот нашла, вот видите, вы видели, какие там томаты, такие толстенькие, жирненькие, и какие вот эти. Эти высаженные в самую последнюю очередь, и среди них есть особо хилые, вот сильно-сильно такие, как замученные. Им срочно нужна подкормка. Вот это вариант номер один. Но если эти томаты прям визуально, они отличаются от всех других, и ясно, что вот этот вариант номер один, на них жалко смотреть, они нуждаются в первую очередь в подкормке азотом. А каким еще томатам нужна подкормка азотом? Конечно, тем, которые посеяны были рано, перестояли в рассаде и высажены были уже с плодами, но с недостаточным количеством листьев. Вот это вариант номер два. Несмотря на разный возраст томатов и разные фазы развития, в данной ситуации эти томаты нуждаются в одинаковых подкормках. Это идет вразрез, конечно, с теорией о графике подкормок в соответствии с фазой развития, но иногда приходится подстраиваться под создавшуюся ситуацию. Вот эти тоже нуждаются в азоте. Видите, у них томаты, у них уже даже идет созревание, а листьев почти нет. Чем можно подкормить вот такие томаты, нуждающиеся в азоте, чтобы исправить положение? Иногда отстающие в развитии томаты, вот со слабыми, тонкими стволами, желтыми листьями, для быстрого роста листовой массы, им достаточно их полить минеральным азотосодержащим удобрением, вот таким как карбамид, мочевина, его знают все, или аммиачная селитра. Просто разводим 1 столовую ложку на ведро воды 10-литровая и на 7-8-10 кустиков, ну в качестве полива. Они быстро приходят в себя, листики зеленеют, они начинают быстро наращивать массу. Ну тут же подойдет также и травяные настои, настои птичьего помета. Вот у меня тут напаривается, настаивается птичий помет. И так как он бесплатный и покупать его не нужно в магазине, конечно, в первую очередь я буду их поливать настоем птичьего помета. Вот сейчас он у меня здесь как маточный раствор, буду литровую банку на ведро воды и ковшиком в каждую луночку понемножку поливать. Так как у меня слабых не очень много, полив не очень сложный. Подойдут любые азотосодержащие подкормки, но подкармливать нужно срочно, чтобы они догнали всех остальных. Но томаты, которые уже имеют завязи, лучше все-таки подкормить комплексным удобрением с повышенным содержанием азота или удобрением с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия, но добавить в него все тот же карбамид или аммиачную селитру. Вот на ведро воды можно взять одну столовую ложку комплексного удобрения, НПК, любую, и половину столовой ложки мочевины, например, карбамид. Вот я сегодня выбрала для подкормки вот такое удобрение комплексное, гумиами. Хорошо развитым томатом буду делать удобрительный полив просто по инструкции, а слабым и хилым буду добавлять карбамид, потому что, смотрите, здесь написано азот, фосфор и калий, он почти в одинаковых дозировках, соотношение почти одинаковое. Для нормальных томатов это хорошо, а вот для таких, которым нужно наращивать листовой аппарат, нужно обязательно добавлять азот, уже спеют в открытом грунте томатики. После того, как самые слабые томаты получат подкормку, определите, каким томатам подкормка пока не нужна, или ее можно отложить на какое-то время. Конечно, это те кусты, которые имеют такой красивый внешний вид, нормально развиваются, они только вот начали цвести, иногда вот, ну как, иногда только начали цвести, иногда обильно цветут. Вот я сейчас этот ряд посмотрела, они цветут, они здоровые зеленые, но еще не вошли в фазу завязывания плодов. Их можно подкормить комплексным удобрением НПК, любым. Можно сделать борное опрыскивание или листовую подкормку комплексным, вот микроэлементов. Это те подкормки, которые можно делать, можно и не делать. Тут можно подкормку на время отложить, в первую очередь спасаем слабых таких и хилых. А вот эти, видите, красавцы зеленые, им пока ничего не нужно. Все томаты после высадки в грунт приживаются и адаптируются совершенно по-разному. И вот пройдя по рядам, я даже разделила один ряд на несколько частей, видите, вот эти, про которые я сказала, они толстые, здоровые, зеленые, им ничего не нужно. А вот тот край, очень маленькие и такие, тут еще есть меньше, они совсем не наращивают зеленую массу. Вот этих, возможно, нужно подкормить. Так как всех подкармливать я не буду, я просто не успею, в первую очередь выберу ослабленных. Но есть томаты, которым нужна совсем другая подкормка. У этих томатов внушительный листовой аппарат, у них толстые стволы, у них огромные листья. Нет, они не жируют, так как видно, что они очень активно цветут и также активно завязывают плоды. У них все прекрасно, видите. Но повышенное содержание азота в подкормке им категорически противопоказано. Азота им достаточно. Это видно сразу, стоит вот так вдоль ряда посмотреть. Ну, благоухают томаты. Подкармливая здоровые, красивые томаты, опасайтесь жирования. Если вы дадите таким томатам тот же состав удобрительной смеси, что и ослабленным, они начнут усиленно, еще больше наращивать листву в ущерб плодоношению. Это относится и к травяным настоям, к настоям куриного помета, коровика, даже к различным дрожжевым подкормкам. Все это может спровоцировать жирование. Этим томатом можно сделать повторное борное опрыскивание, можно сделать витаминную подкормку, опрыскивание монофосфатом калия. А если вы решите подкормить, то состав азот, фосфор и калий должен быть примерно одинаковым. Я вот могу применить то же самое удобрение, но без добавки карбамида. Вот такое, например, мягкое удобрение гумиами мне не повредит, потому что, сейчас покажу вам состав, потому что здесь хоть и написано, что компост на основе куриного помета, НПК, удобрение микроэлементы, но азот здесь небольшое содержание, я уже показывала пачку, и тут 6% азот, 6,5% фосфор и 5% калий. Вот они в одинаковых соотношениях, азот не превышает. Можно подкормить вот таким, тем более это как бы наполовину органа минеральное удобрение, тут и органика, и минералы. Долочитесь определять, каким томатам нужна подкормка срочно, а какие могут подождать, какие томаты чем подкормить, как менять состав удобрительного полива. Это очень облегчит вам введение огорода. Вот рассказав все это вам, я хочу дать вам три самых важных совета от опытного огородника. Срочно подкормите те томаты, которые отстают в развитии. Если вы видите, что у них толстые, тонкие стебли, желтые листья, они хилые, слабые, срочно подкормите, чтобы они догнали своих остальных всех. Потом, если томаты красивые, имеют такую зеленую листву, если они цветут, но еще не вошли в фазу плодоношения, можете их пока вообще не подкармливать, эту подкормку нужно отложить. Но самое главное, на что хочу сделать упор, когда соберетесь подкармливать вот такие вот томаты с большим листовым аппаратом, жирные такие, благоухающие, опасайтесь жирования, смотрите, не давайте им лишний азот, ни в каком виде, ни травяными подкормками, настоями, ни куриным пометом. Лучше этого нужно ограничить, ничего не давать. И запомните всегда золотое правило подкормки. Лучше не докормить, чем перекормить. Желаю всем хорошей погоды, богатых урожаев. Надеюсь, мои советы вам помогут.